Итак, Владимир Путин и Сергей Шойгу объявили о проведении в России частичной мобилизации. По их словам, она коснется состоящих в запасе и служивших ранее в вооруженных силах. А всего призвать на войну в Украине планируется 300 тысяч человек. Выступления Путина и Шойгу, в которых обосновывалась необходимость мобилизации, даже по нынешним меркам удивляют количеством лжи и недоговорок. А официальные документы оставляют много вопросов по поводу того, как именно будет идти мобилизация. В этом видео давайте попробуем понять, кто попадает под мобилизацию и какие последствия будут у этого отчаянного шага. Выступления Путина о присоединении оккупированных территорий и возможной мобилизации ждали до ночи вторника, но по неизвестной пока причине оно было отложено на утро среды 21 сентября. В этот день официально отмечается Международный день мира, а Владимир Путин использовал его, чтобы объявить о новом этапе эскалации украинской войны. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Путин заявил, что мобилизация будет частичной. В первую очередь призыву будут подлежать те, кто служил в вооруженных силах, имеют боевой опыт и воинские специальности. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. При этом в опубликованном указе президента о проведении мобилизации такого не говорится. Там просто сказано, что в России с 21 сентября объявляется частичная мобилизация, но ничего не говорится про категории и количество призываемых граждан. Лишь сказано, что Минобороны должно определить количество и сроки призыва, а главы регионов обеспечить этот призыв. О масштабах мобилизации в своем интервью сразу вслед за Путиным рассказал министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, планируется призвать 300 тысяч человек. Это чуть более 1% от общего резерва в 25 миллионов человек, говорит министр обороны. Шойгу также заявил, что в первую очередь будут призывать находящихся в запасе, но гарантировал защиту от мобилизации лишь одной категории – студентам вузов. Ни о каких мобилизации, призывах студентов, обучающихся в вузах речи не идет. И идти не в каких условиях. Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать, отмобилизовать не будет. Еще один важный пункт указа о мобилизации – контрактники теперь не смогут уволиться со службы до окончания мобилизации только по достижению предельного возраста, по состоянию здоровья или согласно вступлению в силу приговора суда о лишении свободы. Кого на самом деле будут призывать и в каком порядке, пока неизвестно. Юрист Павел Чиков отмечает, что по сути Минобороны получает карт-бланш и будет самостоятельно устанавливать порядок и сроки мобилизации. Предположительно, в первую очередь мобилизация грозит служившим в вооруженных силах мужчинам в возрасте до 35 лет, а также офицерам запаса, в том числе выпускникам военных кафедр в возрасте до 50 лет. Однако на момент записи этого ролика у нас еще не было детальной информации о том, кто, когда и как будет мобилизован. Как я говорил в предыдущем видео, можно предположить, что в меньшей степени мобилизация коснется больших городов, где скорее могут возникнуть протесты на этой почве. Вообще, вероятно, Кремль будет стараться действовать аккуратно, чтобы не вызвать большого общественного недовольства, хотя оно все-таки неизбежно. Я не буду сейчас уделять много времени разбору той лжи, которой Путин и Шойгу обосновали решение о мобилизации. Как обычно, звучали слова о том, что с нами воюет не Украина, а коллективный Запад, и у нас не было другого выбора, нам нужно было защитить народ Донбасса и так далее. Циничная ложь политиков, развязавших кровавую войну с соседним государством. Цель этого Запада – ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России. Что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей. И такие планы они вынашивают давно. Остановлюсь лишь на словах Шойгу о потерях украинцев и россиян в этой войне. Больше 100 тысяч их потери. При этом погибших у них 61 207 человек и раненых 49 368. Министр обороны утверждает, что потери Украины составили более 100 тысяч человек, а России – лишь более 5 тысяч. Но тогда не очень понятно, если изначальная группировка в Украине насчитывала примерно 150 тысяч человек. Зачем при потерях 5 тысяч вводить мобилизацию, пусть даже частичную? Нет, давайте еще раз вспомним, как было дело. 24 февраля 2022 года Россия без объявления войны напала на соседнее государство. Путин цинично назвал это специальной военной операцией. Надеясь, что киевский режим быстро пойдет и получится установить в Киеве лояльное Москве правительство. Но он жестоко просчитался. Украина стала отчаянно сопротивляться. Армия России действовала вовсе не так эффективно, как надеялись в Кремле. Запад применил к России жесткие санкции и поддержал борьбу украинцев оружием, деньгами и информацией. Россия понесла большие потери, по разным оценкам, в несколько десятков тысяч человек и потерпела несколько серьезных поражений, в том числе проиграла битву за Киев, потеряла флагман своего флота и вынуждена была отступить из-под Харькова. В ССУ перешли в контрнаступление, которое может привести к потере завоеванных Россией территорий. России не удалось восполнить потери ни призывом добровольцев, ни с помощью наемников, ни даже при помощи заключенных, вывезенных из колоний. Где-то нужно было брать людей. Перевозбужденный из-за пропаганды патриотический лагерь требовал от Кремля все более жестких действий. И в этой ситуации Путин решил призвать на фронт мирных граждан, которые не выбирали идти на эту войну, которые могут ее не поддерживать и вовсе не хотят воевать. Этих граждан, у многих из которых весь военный опыт ограничен военной кафедрой много лет назад, отправят на передовую самой жестокой войны 21 века, где даже профессиональные военные гибнут тысячами или десятками тысяч. И все не ради защиты Родины от нападения врага, а по противоположной причине, потому что мы напали на чужую Родину и хотим забрать ее себе. Как я много раз повторял в своих роликах, рано или поздно диктатура приходит в дом каждому. И вот она приходит уже в сотни тысяч российских домов. Даже те, кто не будет сейчас мобилизован, оказываются заперты в России. Ведь закон о мобилизации и мобилизационной подготовке подразумевает, что состоящие на воинском учете не должны уезжать из мест жительства без специального разрешения военных комиссариатов или федеральных органов власти. Поможет ли мобилизация Путину выиграть войну? Тут есть разные точки зрения. Например, военный эксперт Игорь Раев в интервью «Репаблик» рассказал, что России сейчас явно не хватает пехоты. И если она сможет резко увеличить количество живой силы на фронте, то баланс сил может измениться в ее сторону. С другой стороны, прежде чем первые мобилизованные появятся на фронте, скорее всего пройдет по меньшей мере 6-8 недель. И за это время, зная о грядущем подходе резервов, Украина может усилить свои контрнаступательные действия, отвоевывая все новые территории. Слабым местом России является снабжение и логистика. И чем больше армия, тем сложнее ее снабжать. Мобилизованных нужно будет обучить, обмундировать, привести, командовать ими. А ведь сержанты и офицеры уже давно на фронте. Многие из них были ранены, убиты или попали в плен. Кроме того, масса мобилизованных, скорее всего, будет обладать очень низкой мотивацией к боевым действиям. Это не добровольцы, не контрактники, не наемники, даже не зэки, надеющиеся на освобождение. Это люди, которым путинская война вообще не нужна. Теперь однозначно можно сказать, что спецоперация Путина провалилась. И она окончательно перешла в стадию полномасштабной войны, которая требует призыва на фронт обычных граждан. Спецоперация началась как убийство невинных украинцев. А теперь переходит на стадию убийства невинных россиян. Кроме того, это явный шаг к эскалации. Путин, несмотря на свои заверения, не прекращает войну, а наращивает ее масштабы. В Кремле уже официально говорят, что воюют с Европой, с НАТО. И это еще на шаг приближает нас к мировой войне с использованием ядерного оружия. Одна из вещей, которая может остановить сейчас Путина, это протест самих россиян. Если Кремль увидит масштабное недовольство и неприятие мобилизации, она будет как минимум ограничена, а потом может быть и вовсе сведена на нет. Антивоенное движение «Весна» уже заявило, что вечером в 19.00 в крупных городах России пройдут акции протеста против мобилизации. И соратники Алексея Навального поддержали эту инициативу. В ближайшее время мы узнаем, насколько россияне на самом деле поддерживают войну в Украине и удалось ли Кремлю полностью подавить волю граждан и возможность сопротивляться. На сегодня это все. Берегите себя и желаю вам и вашим близким оставаться в безопасности. До свидания.